Мне кажется, что это удивительная школа искусства. Это вот место, куда хочется приходить и не хочется уходить. И самое интересное, что это понимают и ученики этой школы, потому что они приходят учениками и остаются там учителями. Вот это школа, в которой очень повезло и детям, и преподавателям, им интересно вместе. Детям повезло, потому что то, что они недополучают в семье, в обычной школе, они все это получают в этой школе, потому что они образовываются там не только музыкально. Нет, они там учатся быть людьми. И это вот в самом высоком, в самом правильном таком понимании слова, потому что помимо того, что им дают какую-то музыкальную грамоту, они общаются с очень хорошими, умными, успешными, не в примитивном понимании слова, а успешными в самом духовном смысле слова людьми. Они выезжают в храмы, они выезжают к актерам, к прекрасным артистам, их вывозят на встречи с учеными, и они общаются на равных со взрослыми. Они очень рано взрослеют, и когда ты приходишь в школу, ты видишь, что это очень умные дети, что у них блестят глаза, что у них очень светлые лица. Когда они поют, когда они общаются, ты вот заражаешься этой энергетикой, и кажется, что надо же, вот в одном месте собралось так много талантливых, там вообще нет неталантливых, там вообще нет неумных детей. Но я думаю, что это очень важно. Это очень важно, потому что это вот образование, которого сейчас так не хватает. Это образование в самом правильном смысле, когда образовывается духовно, когда образовывается культурно, и они выходят оттуда, и они не уходят из школы. И я вот иногда думаю, почему вот так получилось, что именно в этой школе образовался такой коллектив, и собрались такие талантливые и умные дети. И я поняла, что школа уже давно переросла, что вот это отдельно школа, куда приходят дети учиться, и отдельно взрослые, куда приходят работать. Нет, это вот действительно стало домом, домом, куда дети идут, и куда приходят преподаватели, и куда приходит их лидер. И я вот знаю Наталью Сергеевну, она, мне кажется, что дома проводит времени гораздо меньше, чем на работе. И когда лидер вдохновляет коллектив, то коллектив уже просто не может идти куда-то в другую сторону. Они объединены одной идеей, они заражены вот этим духом, духом какой-то любви к жизни, я бы так это назвала. И вот вокруг них образовался коллектив. И когда люди уже, которые приходят, они там всегда остаются, им очень нравится там. Я могу сказать, что я наблюдала за взрослыми, которые появлялись сторонние взрослые, когда появлялись в первый раз. И они старались тоже подтягиваться до этого уровня. Они тоже учились, причем даже у детей.